На неделю кинотеатр «Лоть» стал местом притяжения ценителей авторского кино. В семидневной программе мероприятий были лекции, выставки, встречи с актерами и режиссерами, ну и, конечно, кинопоказы. В основной конкурсной программе 9 картин. Попасть на них можно было бесплатно. Вы посмотрели 9 фильмов, были ли из их числа конкурсные, и есть ли у вас какие-то мысли по поводу того, какой фильм может взять главный приз? Я бы очень хотела, чтобы главный приз взял фильм «Ирина». Почему? Я считаю, что это одно из таких направлений, о котором сложно говорить, суррогатное материнство. И там сделано все настолько трогательно и настолько разнопланово, то есть показаны чувства, весь возможный спектр чувств, которые женщина может испытывать ради того, чтобы спасти собственную семью. Мы успели посмотреть конкурсную программу «Бумажные флаги», «Красный», «Дылда», ну и еще какой-то фильм посмотрели. И у вас есть какие-то мысли, может быть, сделаете ставку, какой фильм победит? Ну, меня зацепил фильм «Бумажные флаги» и «Красный». Это, пожалуй, два фильма, которые бы я выделила из тех, что я посмотрела. Помимо лент конкурсной программы, на зеркале показывали фильмы, удостоенные наград Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, а также работы российских режиссеров в специальной программе «Свои». Хотела три фильма посетить. Катя? Это «Пираньи Неаполя», вчера вот был фильм «Паразиты» и еще один азербайджанский фильм «Конец сезона». Да, я на все три ходил, мне больше всего понравились «Пираньи Неаполя». Вам? Мне вчерашний понравился «Паразиты». Почему «Паразиты»? Ну, мне понравился сюжет такой необычный, очень такой острый на поворотах. Помимо фильма «Хрусталь», который я посмотрела, мне еще посчастливилось увидеть фильм «Река», который произвел очень большое впечатление, а также один из моих любимых фильмов – это фильм нашего любимого Андрея Тарковского «Сталкер». Извините за такое количество слов «любимый», но просто не могу сдержаться, когда происходит мой любимый фестиваль. Зеркало с приходом новой команды организаторов заметно преобразилось. Парадоксально, но фестивалю удается быть одновременно стильным светским событием с участием звезд первой величины и площадкой, где с авторским кинематографом может познакомиться абсолютно каждый. Я так понимаю, что здесь все нормально, заинтересованность, здесь полные залы, здесь нужна какая-то идея, нужна какая-то программа, нужны хорошие фильмы, фестивали, они сами по себе, ну, видите, ну, все равно это уже туса, да, это все равно какое-то веселье, веселье, вы знаете, веселье на фестивале кинематографа, нет, когда приезжают там группы, там, те, кто снимаются, вокруг, те, кто вокруг кино, им весело. А вот, ну, вот, фестиваль, конкурсы я ненавижу, это так неправильно в творчестве, не могут оценки ставить нам, и мы не можем ставить оценки, но это уже вроде как повелось. Короче, веселье надо побольше, я надеюсь, что здесь так и есть. Перед началом церемонии закрытия организаторы фестиваля предложили гостям вспомнить, как прошла последняя неделя в видеоформате на большом экране. За 13 лет своего существования «Зеркало» успело обрасти несколькими независимыми проектами. Один из них, образовательный кампус «Юность», в этом году состоял из двух частей. За семь дней ребята из юношеской анимационной мастерской создали короткометражный фильм. «Зеркало» «Если меня опять позоветят на работу, меня оставят еще дольше здесь, вот, ну, с другого». «Все понимаете, срочно, что ли?» А вот юноши и девушки постарше из лаборатории документального кино отправились снимать короткий метр на одно из текстильных предприятий региона – «Шуйские ситцы». В финале церемонии самое интересное – награждение победителей. Фильмы оценивали сразу несколько составов жюри. Одно из них – жюри ивановских зрителей, оценивало работы из российской программы «Свои». Первое место мы присуждаем. Фильму Александра Золотухина «Мальчик русский». Сюжет ленты молодого режиссера переносит зрителя на сто лет назад, во времена Первой мировой войны. Трогательная история юноши, который продолжил службу, несмотря на потерю зрения во время боевых действий. Для режиссера важно понимать, что фильм, он каким-то образом откликается в сердцах тех, кто его смотрит. Поэтому спасибо вам огромное. Конкурсную программу вместе с международным жюри оценивала команда молодых кинокритиков. Свой выбор они сделали в пользу азербайджанской ленты. У этого фильма есть такая очень классная свежесть взгляда и, может быть, даже некоторая не самая большая серьезность в подходе к очень серьезной теме распада одной семьи. Этот фильм называется «Конец сезона», его снял Эльмар Иманов. Профессиональное жюри отметило сразу четыре фильма. Французская работа молодого режиссера «Бумажные флаги» и «Конец сезона» разделили между собой приз за профессиональные достижения. Лучшая режиссерская работа, по мнению экспертов, была проделана в картине «Красный». Главный приз 13-го международного фестиваля получил единственный в программе фильм российского режиссера. К сожалению, сам режиссер не смог приехать на вручение награды, но все же нашел способ поблагодарить жюри за высокую оценку. Это огромный аванс, и я надеюсь, что я этот аванс оправдаю дальнейшими фильмами. Еще раз спасибо огромное и надеюсь до новых встреч. Завершилась церемония награждения традиционно кинопоказом. Фильм «Кавказский пленник» представил режиссер и по совместительству президент «Зеркало» Сергей Бодров и актер Олег Меньшиков. Кинонеделя в Ивановском Лодзе подошла к концу. За семь дней зрители «Зеркало» увидели много хороших фильмов, которые заставляли нас плакать, смеяться и, конечно, думать. Гран-при конкурса «Ожидаемо» получила отечественная картина Кантемира Балагова «Дылда». Ну а чем удивит 14-й по счету кинофестиваль «Зеркало», увидим уже следующим летом. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.